Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня у нас в студии депутат Думы Российской Федерации, член фракции «Справедливая Россия» Шейн Олег Васильевич. Олег Васильевич, давненько не были, так сказать, и знаю, что буквально сейчас с приема граждан. Что это был за прием, с чем шли люди? Насыщенный, интересный, хороший прием. Были уполномочены домами. То есть зимой мне приходилось помогать на Огурина в известной истории, когда ремонтные работы делались зимой по кровле, и у людей в итоге, естественно, все потекло в их квартирах на верхних этажах. Я тогда вмешивался, мы воздействовали на фонд капитального ремонта. А сейчас есть обращения, связанные с тем, что другой дом на улице Огурина просто выкинули из программы, хотя дом в программе стоял, люди, как и должно быть, провели голосование, собрание, им сказали, а на вас не хватило денег, уходите отсюда. Это незаконно, мы будем вмешиваться через прокуратуру. Я убежден, что прокуратура нас поддержит. По дому по улице Жуковского 2 возникла сложность. Они хотят открывать спецсчет на собственное товарищество. У них спецсчет открыт через фонд капитального ремонта, и у них возникли осложнения. Тоже будем выручать их. Были родители. Мы обсуждали историю, связанную с рабочими тетрадями. Многие сталкивались с этими учебными пособиями, которые являются на самом деле юридически необязательными, которые довольно дорогостоящие, но которые фактически включают в план учебных занятий. Особенно для многодетных семей очень сложно тянуть дополнительные тысячи рублей. Как депутаты направил письма во все школы города Астрахани, в ряд школ, в том числе в Ахтубинск, за пределами областного центра, с тремя вопросами к директорам. Первое. Включили официально эти рабочие тетради в план учебно-методических разработок. Второе. Включили в их бюджеты. Третье. Кто должен платить? Ну, естественно, мы везде получаем ответы о том, что учебные рабочие тетради в официальный план не включены, платить за них родители не обязаны, и кое-где школы хотят добиться включения этих пособий в бюджет. Мы, кстати, на 19 мая договорились с Миномором Астраханской области провести большое родительское собрание. Я буду рад, что была бы также делегация из Ахтубинского района, где мы хотим подойти фундаментально ко всему комплексу проблем, к поборам в школах, к теме, связанной с детскими яслями, потому что есть известный разрыв для родителей, чем деткам уже исполнилось полтора года, но где еще нет возможности получить место в детском садике. Естественно, тема рабочих тетради. В общем, по всему пакету у нас предполагается большое содержательное такое мероприятие, родительское собрание 19 мая этого года, и если нас слышат те, кому это интересно, то приглашаю выходить на контакт через Одноклассники, через Фейсбук непосредственно со мной, чтобы тоже вы могли приехать в Астрахань, мы поможем в обеспечении стоимости проезда. По «Семи ветрам» была затронута тема, связанная со школой. Я созвонился с Минобором, мы сейчас будем выяснять, подавалась ли официальная заявка от местных органов власти. Есть федеральные программы строительства школ, детских садиков, потому что «Семь ветров» – это разрастающийся район. Конечно, там все больше людей, больше родителей, больше детей. Если школа ранее там на самом деле была не очень масштабно востребована, поскольку квартал был довольно небольшим, сегодня ситуация изменилась. Если районная администрация подает официальную заявку на финансирование, как федеральный депутат, я, естественно, ее поддерживаю и уверен, по линии Минобор нам удастся это сделать, потому что такие работы сейчас и не финансируются. Олег Васильевич, у Вас очень большой опыт работы и в Государственной Думе Российской Федерации, и в региональном парламенте, так что законотворчество – это практически Ваш конек. Что сейчас происходит? Какие законы России необходимы? Над чем работают депутаты Госдумы? России, понятно, необходим большой в целом поворот от олигархии к народу. На самом деле это ключевая проблема. И на последнем пленарном заседании, когда Медведев выступал перед депутатами, я сказал им, Дмитрий Анатольевич, здесь вот вам пишут газетчики о том, что в кабинете министров рассматривается идея повышения подоходного налога с 13 до 15 процентов. Не лучше ли, спросил я премьер-министра, взять вместо этого ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, чтобы платили те, кто много денег? Ну, на этот пример, правда, сказал, что подоходный прогрессивный налог – это зло, водить его не надо. Но, тем не менее, ряд вещей нам получается сделать. Вместе на Костаканской области, вы знаете, весь прошлый год и текущий год – это наша борьба вокруг социального законодательства. Известный антисоциальный кодекс создал огромные проблемы. Нам удалось по ряду позиций ситуацию изменить. В частности, в прошлом мае по нашей инициативе принят областной закон о льготах по капитальному ремонту для людей, чья возрастная планка перешла через порог в 70 лет. Нам удалось провести областной закон о возвращении льгот по телефону, даже по мобильным телефонам, для ветеранов труда, имеющих медали. В начале этого года у нас был спор. Фактически отменили астраханские льготы по ребятам, которые воевали на Кавказе, в Чечне, в Дагестане, в Южной Осетии. Там была выплата 500 рублей в месяц, и ребятам сказали, что вы вправе получить эти 500 рублей, если вы откажетесь от тех денег 2800, которые вам ежемесячно дают федералы. Это была дикой совершенно ситуация. Мы внесли законопроект об исправлении этого безобразия. Наши товарищи выступали в областной думе. В результате льготы по участникам боевых действий возвращены. Но наши задачи, конечно, были бы возвращены для всех, в том числе и для тех, чьи доходы больше, чем так называемых полтора прожищенных минимума. По областному парламенту у нас сейчас две задачи. Мы хотим провести решение о льготе по транспортному налогу для ребят, которые воевали на Кавказе. Такие льготы есть в ряде территорий. Больших денег из областного бюджета они не потянут, но это будет совершенно справедливо. И вторая наша задача – это вернуть льготу по ветеранам труда на 50% по оплате за коммунальные услуги. У них всегда была скидка на 50%, а потом мы сказали, вместо этого мы вам дадим универсальную цифру 700 рублей в месяц. Мы ведь хорошо понимаем, что если человек в доме лифт, если центральная горячая вода, если газ, то у него оплата за коммунальные услуги больше, чем если он живет на хуторе, и у него есть только одна электроэнергия, колодится во дворе. Мы за то, чтобы льготировалась сумма в зависимости от того, какие затраты несет человек, мы несколько раз сносили законопроект о возвращении льготы на 50%. Это будет означать реальную прибавку в 500-700 рублей ежемесячно для жителей города Автубинска, особенно такие районы, как Сталинградская улица с ее высотками. На последнем пленарном заседании губернатор сказал, да, вы правы, я вас поддержу. Мы сейчас ведем переговоры с тем, чтобы это высказывание обрело форму реального закона, и чтобы мы получили, наконец, положительную визу. Она же законопроекта, и тогда в Автубинске, в Астрахани, в Нариманове люди получат больше денег по коммунальным услугам в качестве льгот ветерана труда. По федеральной части, безусловно, это, опять же, социальный блок. По тем же ветеранам, получающим субсидии по ЖКХ, мы помним эти дикие издевательства, которые, кстати, продолжаются, где коммунальные компании говорят, а вот вы нам должны за 2010 год, или там за 2000, или за 1954, докажись, что не так. А если вы не докажете, если вы не принесете бумажку, то вы заплатили 10 лет назад за коммунальные услуги, мы тогда заявим, что вы должники, и мы заблокируем получение вами субсидий по ЖКХ, льгот как многодетным семьям, льгот как ветеранам, как участникам боевых действий, и вы ничего не получите. Нет, ну, каким образом, это же не законно. Законно. Там дырка в законодательстве. Потому что в суд они не могут предъявить претензию. Там трехлетние сроки исковой давности. Но на своем балансе они это могут числить. Кто же им запретит? Кто запретит любому придумать, что кто-то ему должен? То они эту тверку в законодательстве нашли и во всю ее пользуются. Я внес законопроект о том, чтобы долгом перед коммунальными компаниями считались лишь случаи, когда коммунальщики доказали их в суде. Доказали в суде? Мы не спорим. Не доказали, ребят, до свидания. Тем самым автоматически только трехлетние сроки исковой давности должны работать. И тем самым добросовестные люди не будут испытывать необходимости собирать всякие там справки, бумажки. Я получил поддержку федерального парламента. В феврале мой законопроект принят в первом чтении. Мы ожидаем все-таки в мае его рассмотрение во втором, в третьем чтении. Он поддержан всеми фракциями Госдумы Российской Федерации. И мы хотим сделать даже глубже. Чтобы, например, человек при оформлении коммунальной субсидии, льготы, при оформлении материальной помощи, он не испытывал бы нужды идти в пенсионный фонд и получать там справку о размере своей, скажем, пенсии, если это необходимо. Потому что пенсионный фонд тоже госучреждение. И ничто не мешает соцзащите в режиме межведомственного обмена по интернету получить сведения с пенсионного фонда, не гонять людей туда-сюда. Этот законопроект, повторю еще раз, принят в первом чтении. Во втором чтении уже есть пакет поправок, разработанных профильным комитетом. Мы ждем его окончательного принятия. У нас на принятие пошел закон в интересах малобеспеченных людей по приставам судебным. А именно, чтобы даже при работе приставов у человека оставлялись на руках доходы, обеспечивающие проживающий уровень. Но это нелепо, когда у человека пенсии 9 тысяч рублей, из них 4,5 тысячи забирают какие-нибудь там тепловые монополии. И как человеку жить на 4 тысячи месяца? Ни одно спартанское выживание этого не обеспечит. И закон в интересах людей, чтобы сумма, обеспечивающая проживающий минимум, он принят за основу, мы ожидаем принятия в ближайшее время. Но единственное, я сразу скажу, категория, на которой он не будет распространен, это алименщики. Кстати, по алименщикам. Тоже на принятие пошел закон, что если человек долго бегает от алиментных платежей, а мы знаем, средняя сумма алиментных платежей в стране 1200 рублей в месяц. То есть это порог безответственности абсолютной. В этом случае приставы вправе объявить его по суду без вести пропавшим. В этом случае мама получает от государства пособие по потере кормильца. Гражданин теряет прописку, ну и все, что из прописки вытекает. Потому что должна быть какая-то мера ответственности. Я думаю, что любой человек с этим согласится. Ну и вот у нас была тоже, поделюсь, встреча с Дмитрием Медведевым. От «Справедливая Россия» была делегация, у нас было 4 человека. Сергей Михайлович Миронов, Галина Хованская, руководитель комитета по ЖКХ Госдуму. Многие ее знают. Это яркий, замечательный человек, который как раз сражается против всего безобразия в сфере ЖКХ. Ольга Епифанова, вице-спикер парламента и я. Мы обсуждали тему ЖКХ. Я сосредоточился на трех вопросах. Один из них, он связан с детьми-сиротами, потому что многие выигрывали суды. Кстати, я первый человек, кто писал исковые заявления в области 7 лет назад. Я писал первые исковые заявления. Сироты выигрывали эти процессы. Но сегодня уже у нас 700 решений. И 2000 человек в очереди, с лишним. И регион не может без поддержки федерала все это потянуть быстро. Регион тянет, но он не может это сделать быстро. Поэтому я поставил вопрос о федеральном финансировании. И о том, что если, к примеру, Астраханская область выделяет денег больше, чем нам помогает федеральный бюджет, то федеральный бюджет, по крайней мере, по отношению к нам, помогал бы больше. Скажем, цифры текущего года. Регион дает 150 миллионов, федерал нам дает 70. Но это нечестно. Они должны нам оказывать поддержку в режиме один к одному. Реакция вроде бы положительная. Визу Медведев написал. Мы ведем переговоры, чтобы из визы родились постановления. Второй вопрос касается жителей аварийных домов. Кстати, сегодня у меня на приеме такие люди были. Потому что по правилам нынче дело выглядит так. Если дом объявлен аварийным, то государство вправе сказать, человек из приватизированной квартиры, а мы тебе вместо другого жилья дадим кусок денег. Буквально в субботу, не в Ахтубинске, в Астрахани, у меня был человек на приеме, ему предложили деньги. 450 тысяч рублей. Что он на них возьмет? Я сказал премьер-министру, что это неправильно, это не дело. И чтобы нам не плодить новую армию бомжей, и люди не теряли крюшнут головой и имели бы другое жилье, на выбор человека надо давать. Либо деньги, если он хочет взять деньгами, вместо аварийного дома, вместо земельного участка, который занимается под государственные нужды, либо человек вправе потребовать и получить эквивалентную жилую площадь. Позитивную визу Медведев налажил. Уже после этой встречи я виделся с министром ЖКХ. Сегодня, буквально сегодня, мой помощник в Москве ведет переговоры с их сотрудником, который у них отвечает за юридическую часть. У меня очень хороший помощник, один из квалифицирующих в стране людей в сфере ЖКХ, эксперт. И я надеюсь, что это решение тоже мы проведем. Ну и третье направление, которое мы также обсуждали, оно у нас касалось темы, связанной с комфортной городской средой. Вот с этими программами, чтобы были изменины правила, если люди же привели собрание и проголосовали, чтобы были невнятные и четкие критерии, каким образом деньги эти пойдут. Потому что смотришь на Артубинск, смотришь на эти убитые улицы с колоссальными ямами, видишь, насколько ухудшилось положение дел. Ну и, наверное, очевидно, что если федералы направляют сюда деньги, то деньги должны дойти до местного значения. Когда вносят законопроекты в Думу России или областной Думы, вот чем руководствуется, что подсказывает? Сама жизнь подсказывает, что именно? Ну, разному свое. То есть мы принимаем хорошо, общество у нас разное. Поэтому есть и лоббисты разных ценностей. То есть я, к примеру, лоббист по вопросам заработной платы, пенсионного обеспечения в сфере ЖКХ, потому что мои избиратели ставят передо мной такие задачи. Но есть и другие лоббисты. То есть там, где принимаются решения о гигантских налоговых льготах для крупного капитала в стране. Ну, к примеру, я думаю, будет интересно людям узнать, что в целом в Российской Федерации ежегодно крупный бизнес получает налоговых льгот на 10 триллионов рублей. У нас есть компании, которые освобождены от налогов до 2095 года. Но это же замечательная жизнь, это сказка, это вот никакие оффшоры не нужны. Вот он, налоговый рай, по эту сторону границы под трехцветными флагами. И понятно, что есть люди, которые носят такие законопроекты, такие решения. К примеру, мы сейчас спорим по инициативе, которая, к сожалению, прошла первое чтение в Госдуме. А это инициатива в интересах нефтяных компаний о том, чтобы убрать государственную экспертизу при разработке нефти. Не надо экспертизы. Вот просто согласование. Сама компания экспертизу приведет, сама компания приедет, что ей надо, что ей не надо. Государство принести бумажку на согласование, чтобы оно согласовало. Чем это оборачивается, мы сами видели, на примере «Зимней вишни». Там же тоже некий госэкспертиз. Вот чем проще крупному капиталу получить больше денег, тем больше потом проблемы общества. Вот это вот, естественно, вопрос столкновения разных общественных интересов. И мы вносим свои законопроекты, они вносят свои. Кто сильнее, пока они сильнее. Но мы тоже можем добиваться разных результатов. Я вот уже приводил серию законов, которые нам удалось реализовать. Кстати, тоже один из них, из законов, которые мы обсуждали с Медведевым, он касается ТСЖ, потому что есть проблемы. Государство чем может помочь? Помешать. То есть, приходит жилинспектор, люди хотят ремонтировать подвал, он ему говорит, нет, вы не будете ремонтировать подвал, мало ли что из него парит, вы не будете ремонтировать крышу, вы будете подъезд ремонтировать. А если нет, я заберу ваши деньги, вашего товарищества в государственный бюджет. Вот, скажем, в Астрахани 58 ТСЖ в этом году являются жертвами такого сорта проверок. Скоро рожда государства влезет туда, куда их никто не просил. Там нет государственных денег, там нет бюджетных денег ни рубля, что им там делать-то. Поэтому я, естественно, предложил все поубирать, понятно, за исключением тех ситуаций, когда речь идет о элементах дома, которые могут предстоять опасность. Ну, там, искрящая щитовая, например, падающий бетонный козырек, там должно быть госмешательство. А влезать туда, где нет государственных денег, людям диктовать, как тратить им свои деньги, с какого рожда. Поэтому здесь есть наш законопроект. Премьер тоже так послушал. Ведем переговоры и, вроде так, пока позитивные реакции. Поэтому, надеюсь, нам удастся добиться результата. Ну что ж, удачи вам во всех делах, которые направлены на защиту интересов граждан. Спасибо. Будут новости. Приходите еще. Спасибо большое. Всегда рад быть в Ахтубинске. Спасибо.